Гульдара Камалова задает вопрос, зачем Западу Навальный? Он же империалист такой же как и Путин. Гульдара. Проделана очень сложная операция, она длилась годами. В результате этой операции не без помощи агентуры кремлевской в рядах, так сказать, оппозиции, оппозиция была ликвидирована. Я уже говорил, что главное обвинение Борового Новодворской, когда мы говорили о том, что националисты и коммунисты разрушат оппозицию в 2010 году, на самом деле и раньше говорили об этом, главное обвинение, что мы хотим разрушить оппозицию. Но мы говорили, что если националисты, еще и кремлевские националисты, кроме фашистов РНЕ, еще и кремлевские, и коммунисты, там, Левый фронт и так далее будут в оппозиции, она перестанет существовать. Оппозиция это не, там, 30 человек, которые сами себя называют оппозицией назначают. Это 200 тысяч или 100 тысяч тех, кто пришел на площадь, на проспект Сахарова, поддержать лозунги оппозиционные, потребовать от Путина частных выборов, ну и так далее. И в этот момент на площадь пришли и националисты, так сказать, оппозиция, которая носила лозунг «Жды вон из русского правительства». Коммунисту, там, в 11-м году, 24-го декабря, почему-то от КПРФ был, областной какой-то руководитель, который говорил, что всех предпринимателей надо к ногтю, потому что все они олигархи, они борются с народом. А Сергей Удальцов, это его программа, он говорил о том, что его цель – добиться такого состояния, чтобы предприниматели отказались от частной собственности, вообще все люди. А те, кто не откажутся, того расстреливать. Вот стоят на этой площади 200 тысяч менеджеров, руководителей собственных предприятий, средних предприятий, те, кто финансируют этот митинг, потому что очень тяжело было собирать деньги. И им вот это вот в уши вдувает вот этот бред. Ну, естественно, они перестают поддерживать такую оппозицию. Оппозиция была уничтожена очень изысканным способом. Вместо всей оппозиции остался один лидер оппозиции – Алексей Навальев. Это было открыто, провозглашено Кремлем, лозунг. Я не помню, что там было написано, но он висел в двух местах – на Доме книги, на Арбате и на Кутузовском проспекте. Лидер оппозиции – Алексей Навальный и другие. Другие – Касьянов, Ходорковский, Гарри Каспаров, там еще кто-то, не помню. Еще не все в оппозиции даже знали этого лидера оппозиции. Но его Кремль уже начал продвигать. Он был тогда... Никакого фонда борьбы с коррупцией не было. Он был просто националист из Русского марша, который в интервью там, в первых интервью, говорил, что его цель – привести в оппозицию националистов. Нужно использовать энергию Русского марша. Вот. Вот вся оппозиция вытоптана. И вместо всей оппозиции в ее центре стоит один человек, с которым продолжают вот эти игры. Его там заявления очень резкие, казалось бы. Вот последнее – это открытие Шахерезада, что ли, путинская яхта. Вот она не самая дорогая. Она 13-я по стоимости. У Абрамовича там вторая, у Усманова пятая, не помню. Ну вот у Путина. Он же борец с Путиным. Он открывает эту информацию. А так ее не было известно. Нет? А про дворец Путина еще Борис Немцов рассказывал. И вот эти просмотры... Там... Миллиард просмотров ролика на русском языке. Миллиард роликов на русском языке русского оппозиционера. Безумные деньги. Деньги... Мы на митинг оппозиции, там я помогал Боре Немцову собирать деньги. Нужно было там 200 тысяч долларов, чтобы экран поставить там, туалеты обязательно. Это была труднейшая, почти нерешаемая задача. А тут миллионы, десятки миллионов, которые оказались. Сейчас на эти деньги Волков строит информационное агентство и помогает своим довольнятам по всему миру. Ну, это кремлевский проект. Вот. Так что, а что остается Западу? Сам Кремль говорит, вот лидер оппозиции. Запад говорит, не боритесь с лидером оппозиции. И эти игры, там, якобы посадка Навального. А вот эти ребята, которые убили Яндарбиева, их тоже посадят. Кажется, они должны сидеть в тюрьме. Там огромные сроки были за убийство Яндарбиева, когда их выдали сидеть в России. Они получили героев, их встречали с красной дорожкой, а они сейчас сидят. Ну, только дураки верят в тему. Или те, кто хотят, ну, очень формально подходить к вопросу. Вот Запад. Вопрос был в этом же виде. Зачем Западу Наваль? И зачем? Запад формулирует идею позиции защиты оппозиции. Оппозиции в целом. Нормальный это просто тот человек, которого Кремль называет лидером оппозиции.